Сегодня в нашей стране отмечают День Благодарности. Праздник появился в 2016 году. Дата выбрана не случайно. 1 марта в далеком 1995 была создана Ассамблей народа Казахстана. Поэтому для представителей разных национальностей этот день глубоко символичен. О значимости праздника и о том, какие мероприятия прошли в нашей области, поговорим в передаче «Время вашего вопроса». Добрый вечер. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. Телефоны для обратной связи указаны на экране. Звоните или пишите на WhatsApp. Сегодня у нас в студии Белла Владимировна Тю, председатель Корейского этнокультурного объединения, и Феликс Аркадьевич Баюканский, председатель Еврейского этнокультурного объединения «Ламет». Здравствуйте. Рада приветствовать вас сегодня в нашей студии. В Уральске 11 лет назад открылся монумент «Благодарность казахскому народу». И мероприятие проходило в честь 75-летия депортации корейцев с Дальнего Востока. То есть до того, как в нашей стране официально появился День Благодарности, уже вот такие события происходили. То есть праздник не случайно был учрежден. И вот в первый день весны, как правило, по традиции, возле него проводится митинг. Вот об этом расскажите, какие мероприятия сегодня прошли у памятника. Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, дорогие земляки. И, во-первых, очень рады поздравить вас сегодня в первый день весны с Днем Благодарности от имени корейского этноса, от нашего этнокультурного объединения. Вот. На самом деле это праздник весенний, он, наверное, очень о многом говорит, но для нас он еще более, скажем так, трепетный, близкий. Почему? Потому что на самом деле День Благодарности и сегодняшние мероприятия, которые проходили у монумента «Благодарность казахскому народу», который был открыт у нас в 2012 году. И вы правильно заметили, еще до того, как был учрежден этот праздник, День Благодарности, этот памятник, был открыт по собственной инициативе корейцев, проживающих при Урале. Был тогда инициативная группа создана из наших старейшин. Это Ким Анатолий Петрович, Те Григорий Антонович, это руководители этнокуртурного объединения ПАК Максим Валерьевич, Ан Виталий Константинович, Тиан Анатолий Васильевич. Вот эта инициативная группа, и с ними была еще наша хрупкая женщина, это Мин Юлия Минжиновна, которые приняли активное участие в создании этого памятника. Был кинут клич, это был на самом деле народный памятник, который мы построили за счет своих собственных средств. Очень большой вклад был внесен именно теми людьми, о которых я только что говорила, и буквально вот инициативной группой был заказан памятник. Привезли его с юга нашей республики. Это достаточно сложно было, это начало 10, 11, 12 года. И он символизирует на самом деле благодарность казахскому народу. Если кто-то видел этот памятник, который находится у нас в сквере нефтяников, то он выглядит как красный гранит, который был выбран неспроста. И непосредственно в памятнике изображены руки, которые держат в руках сердце. То есть мы вот тем самым выражаем вот эту сердечную благодарность казахскому народу, который протянул руку в свое время. Это в 1937 году, когда наши предки, наши родители были депортированы с Дальнего Востока. Это было осенью, это было уже очень холодно. В товарных вагонах корейцев привезли в Среднюю Азию. Это был Узбекистан и Казахстан. В частности, в Уральскую область тоже приехало 62 семьи. Поселок Кожихарова, это недалеко от Чапаева. И до сих пор вот там старожилы помнят о том, что жили корейцы. И, конечно, что им помогали непосредственно. В память об этом все корейцы при Урале собрали средства и установили этот памятник. И сейчас вот уже традиционно, не реже двух раз в год, это вот на 1 марта, это 31 мая, памяти жертв политических репрессий, мы собираемся у этого памятника, чтобы отдать еще раз, как говорится, дань памяти и благодарность выразить. Поэтому мы очень рады, что этот праздник, он стал достаточно новым и очень таким любимым всеми нами. Потому что у нас есть возможность сказать благодарность и за наших предков. Я думаю, что и сейчас вот Филипс Аркадьевич расскажет, что мы, наверное, в этот день уже благодарим не только, вот скажем так, за эти, скажем так, подвиги и события и благодарность, но и всех близких своих. Ну и сегодня мероприятия были, мы сегодня собрались, мы возложили цветы, как это у нас традиционно, представители наших этносов все пришли, приехали дети со средних школ, мы постарались на самом деле этот праздник не оставить незамеченным. Ну вот тогда не во всех регионах были такие памятники, да, сейчас они практически в каждом регионе есть, то есть, как бы, вот было заложено определенное начало, да, вот таких вот мероприятий именно вот в 2012 году. Верно. Да, был, Владимир Владимирович, добавить. Вы знаете, мне очень нравится бывать в парке нефтяников и возле памятника или возложить цветы, или постоять, посмотреть, поклониться, потому что много народу бывает, многие смотрят. Ну, такой оригинальный памятник, такой интересный памятник, это просто удивительно. Вот ладони раскрытые и в ладонях сердце, то есть, это жизнь, которая продолжается, которая будет всегда, жизнь, которую невозможно остановить. Удивительно красивый памятник, удивительно эстетичный. И мы каждый год, да, каждый год утром вся наша ассамблея, ребята, учащиеся, студенты, много-много народу собираемся и отдаем дань памяти людям, которые попали под депортацию, те люди, которые приехали к нам сюда, где встретили они уважение, встретили добро, встретили хлеб, работу и очень по-доброму к ним отнеслись. Это вот удивительное место, такое символичное, я считаю, и поэтому сегодня тоже выступали руководители Чеченского центра, Белла Владимировна выступала, мы выступали все, рассказывали о тех годах, о тех событиях, которые были в нашей истории. Я считаю, что памятник такой исторический, это дань нашей истории, великого Казахстана, великой истории, это дань уважения к тем нашим предкам, которые были здесь с нами. То есть памятник это благодарность за жизнь и в то же время это символ продолжения жизни депортированных народов на казахстанской земле. Мы знаем, что этносы, которых объединяет ассамблея, заранее готовятся к этому дню, проходит череда мероприятий. У вас сегодня встречали гости даже из Астаны, какие мероприятия сегодня прошли, какие акции? Вы знаете, у нас два дня, что называется, расписаны, очень много мероприятий, очень много программ. Но вот вчера, например, к нам прибыл гость с Астаны из нашей центральной ассамблеи. Мы собрали все национальные культурные центры, все представители, все рассказывали о своей работе, встречались с ветеранами, показывали им, рассказывали им, показали наши все кабинеты. У нас такой удивительный дом дружбы, мы вот рядышком друг с дружкой. Вот еврейский центр, где я, значит, вот рядом у нас чеченский центр, рядом корейский центр, татарский центр, казачий центр и так далее, и так далее. Мы все одна большая дружная команда. И вот мы вчера собрались и беседовались с нашим гостем, показывали ему, рассказывали с таким вдохновением. Нам было интересно, и ему было интересно нас послушать. Ну, а потом спустились на первый этаж, наш зал, и там был прекрасный концерт, посвященный Шапши Колдаякову. Это наша благодарность нашему великому, выдающемуся композитору, королю вальса, который написал такие удивительные вещи, которые исполнялись и будут исполняться, и намного-намного вперед. Наши творческие коллективы разучили репертуар Шапши Колдаякова, и блестящий концерт при переполненном зале почти два с лишним часа. И там же наши ветераны выступали, говорили, рассказывали, как музыка Шапши Колдаякова на них повлияла. Вот удивительный вечер такой был вчера. Ну, а сегодня, значит, мы опять в ассамблеи собирались, вот после митинга, который провели у памятника благодарным корейцам. Собрались в ассамблеи, там тоже общались, коржун дарили друг другу. Караван милосердия, да? Да, да, большое мероприятие было, полный народа, прям ассамблеи вся, полностью народ, и мы обсуждали, говорили, рассказывали, потому что сегодня удивительный день, сегодня день благодарности, и мы можем поблагодарить друг друга, поблагодарить медиков, поблагодарить наших спасателей, поблагодарить наших воинов, защитников Отечества, которые обеспечивают нам мир, благополучие. То есть сегодня такой день, когда можно благодарить, и мы этим воспользовались, и сейчас продолжаем здесь, на студии, мы благодарим вас, уважаемые телезрители, за то, что мы с вами общаемся, разговариваем, вы нас видите, мы вас видим. Это вот такой один удивительный исторический день каждый год. Ну вот день благодарности еще заложил такую традицию, как вот оказание помощи, да, вот благотворительная акция, которая у вас сегодня прошла, вот о ней немножко расскажите, она проводится ежегодно, насколько мне известно. Совершенно верно. Но дело в том, что благотворительность это одна из самых интересных, ярких таких черт нашей ассамблеи. Мы не только в этот день, мы постоянно, на постоянной основе, у нас есть специальные люди, которые этим занимаются, молодежь наша занимается, и мы оказываем большую-большую благотворительность. Мы посчитали эту благотворительность буквально на миллионы тенге. И сегодня тоже отправили караван милосердия, отправили по спискам малоимущих, там нам дают списки, и мы едем. Это наша главная, основная, базовая задача ассамблеи, это большая благотворительная работа. То есть, опять же, большая подготовительная работа была проделана, да, то есть вот списки наверняка волонтеры вам предоставляют, чтобы действительно помощь дошла до адреса. Совершенно верно, да. Заранее были объявлены, что будут списки. Мы собирали средства, скажем так, пожертвования добровольные. Это наши представители наших этнокультурных объединений, это меценаты, это спонсоры, благотворители. Которые изъявили желание помочь. Тут уже, насколько знаю, что список даже более чем 100 семья были направлены пакеты, в основном продуктовые. Вот, мы тоже в своем этносе, мы тоже собирали средства, приобрели пакеты. Вот, и нам была возможность дана, что мы можем предоставить ее даже по собственному осмотрению, потому что у нас есть тоже список нуждающихся. В том числе и мы отметили, и поблагодарили наших старейшин. Это те жители нашей области, которым старше 85 лет. Это те люди, которые были реальными свидетелями тех событий 1937 года. Это наши пожилые, которым уже далеко за 80, даже за 90 лет. Ну и тем самым мы их, конечно, и порадовали своим визитом. Вот, сегодня это такая добрая акция была проведена, я думаю, что более чем 100 семьях сегодня благодарили и Ассамблею народа Казахстана за вот эту руку помощи, за это внимание, за эту заботу. Я думаю, что у нас это, в принципе, традиционно. Это у нас как основная система нашей работы. Благодарить, то есть это мы постоянно, на всем. Мы знаем, что направления работы Ассамблеи очень такие обширные. Сам праздник, вот День Благодарности 2016 года, да, тоже расширился в своем значении. Но все-таки основное, это вот изначальный смысл, который был заложен, это благодарность казахскому народу именно от депортированных народов, да. Наверняка вот в Ассамблее делятся с вами личными какими-то историями. Может быть, вы расскажете нашим телезрителям о тех, кто был переселен в такие страшные металлические годы. Много таких историй. Вы знаете, вот сейчас я ехал сюда на телевидение и еду мимо кафе, написано «Кафе Мачевский». Вы знаете, это легендарная, удивительная наша фамилия. Михаил Яковлевич Мачевский, руководитель дорожного комбината питания. Его сейчас с нами нет, он прожил 103 года. И вот память, фамилия, кафе существует, работает, действует. Это ветеран Великой Отечественной войны он был. И вообще, все мы помним до сих пор знаменитую колбасу Мачевского. Это представитель нашей диаспоры, который много вложил. Дальше еду. Дом, где жил тоже наш выдающийся ветеран Ягнинский Абрам Максимович. Это создатель. В школе работал, директором школы, потом университет культуры при воинской части организовал. И тоже много лет работал у нас в Ассамблее. Председателем нашего культурного центра был. Вот прямо буквально сейчас, сегодня. И таких у нас историй. Я телефон свой взял, посмотрел, смотрю. Благодарность от нашего знаменитого скрипача Марата Бесингалиева. 20 лет назад я работал в филармонии. Вместе с Донидилем Кожимовым, нашим подающимся композитором, мы помогали создавать оркестр Марата Бесингалиева. Это были 2000-е годы, начало 2001, 2002, 2003. Но вот 20 лет Марат Бесингалиев вместе с оркестром уехал в Астану. Он там теперь работает. Но вот благодарственные чувства и у него, и у меня, и у всех наших музыкантов. Благодарность не знает границ. Да, благодарность границ не знает. И вот такая удивительная, интересная смс-ка. Просто удивительно. Да, на самом деле. Но у нас тоже есть такие истории. Мы, в частности, вот у нас мы говорим о старейшинах нашего общества. Приведу пример. Те Григорий Антонович, которому в этом году исполнилось 89 лет. Конечно, период депортации ему было всего лишь несколько лет. И тем не менее он от своих родителей, как хранителей такой памяти, всегда делится теплым воспоминанием о том времени, когда все переживали очень сложное время. И голод, и холод. Но тем не менее этот человек добился больших успехов, я считаю, в жизни. Он сейчас является заслуженным строителем города Уральска. Он заслуженный почетный гражданин города Уральска. И до настоящего времени он в полном здравии. Очень активный такой член нашего общества. Это наш старейший, наш советчик и наставник. Вот мы его всегда чествуем. И другие члены, скажем так, нашего общества, которым старше 85 лет. Я даже могу привести пример своих родителей. Мои родители тоже были депортированы. Родились они на Дальнем Востоке, во Владивостоке в городе. Были депортированы еще во младенческом возрасте, в Козлородинскую область. Выросли там они уже. Папа у меня закончил педагогический институт. И был направлен в Уральскую область тогда еще, директором школы. Тогда еще Красновская школа была. Затем построена в 62-м году была Красноармейская средняя школа. И вот всю жизнь он проработал на педагогической стезе. Я очень горжусь. Моя мама 87 лет. Ей буквально было там пару месяцев, когда они приехали с родителями. Она выжила, несмотря на такие сложные времена. Сейчас вот с нами живет. И на самом деле люди того времени, они очень такой сильной закалки. То есть трудности раздать сильных людей. Духовной, физической. Очень многим приходилось трудиться. И на самом деле представители всех этносов, которым пришлось эти трудности пережить, они закалились здесь. Они смогли добиться определенных успехов. Те же самые корейцы, ну, скажем так, подняли на определенный уровень рисоводства в Казахстане, овощеводства. А когда далее были сняты преграды по выездам и по обучению, все начали получать высшее образование, добиваться успехов в науке, в спорте, в бизнесе. Поэтому сейчас мы в полном таком равноправии. И у нас есть такая хорошая возможность, во всяком случае, у корейского этноса общаться между городами. У нас очень сильная общественная организация. Это Ассоциация корейцев Казахстана, которая на очень хорошем счету. И благодаря ей мы, соответственно, общаемся. У нас сохранилось... То есть между странами, да, уже? Да, и между странами, и внутри Казахстана. У нас очень сильная вот эта вот межрегиональная связь. Мы сохранили корейский республиканский театр, сохранилась газета Кори-Ильба. Ей в прошлом году, в 1923 году мы отпраздновали 100-летие. Прямо на республиканском масштабе. В Дворце Республики был грандиозный концерт. Мы чествовали всех, кто принимал участие в сохранении этой газеты. И мы все сейчас ее выписываем. Это, на самом деле, такой, наверное, определенный символ нашей культуры, которую мы сохранили, и мы ее будем сохранять. Для наших уже потомков. Потому что, на самом деле, сейчас газеты, наверное, мало какие издаются. Но вот газету Кори-Ильба мы бережем. Это вот как наш символ такой. То есть казахский народ не только принял, обогрел, накормил депортированные народы, но и помог в дальнейшей самореализации. То есть создал равные условия для того, чтобы могли получать образование, учиться жить, работать и добиваться определенных успехов. Вот мы, кстати, на передаче хотели пригласить из старожилов, кто действительно приехал сюда ребенком, да, и вот уже сейчас на заслуженном отдыхе. Но, к сожалению, вот эти люди не смогли подойти. В силу здоровья, да. В силу того, что они говорят. Но мы не сможем без слез говорить о тех событиях. Потому что это было что-то ужасное. Это были очень тяжелые времена, когда действительно приходилось выживать. И, говорит, эмоционально просто, говорит, мы не сможем вот это вот сдержать слез. Поэтому мы как бы не стали лишний раз беспокоить, пригласили вас на передачу. Насколько важно вот помнить о тех событиях, насколько важно доносить вот то, что было, чтобы это не стерлось из памяти. Вы знаете, мы сегодня об этом как раз говорили. У памяти, когда проводили митинг, вот одна из таких историй. У нас ведь в Уральск приехало очень много эвакуированных. Вот 1941 год в Уральск эвакуировали 14 заводов. 14 заводов. Население Уральска увеличилось вот буквально за какой-то месяц в два раза. Надо было людей разместить. Надо было все эти военные заказы разместить. И надо было начать производство военной продукции. И вот одна такая история об одной такой семье Захар Брон. Вот в прошлом году он отмечал 75 лет. Выдающийся скрипач. Он живет в Швейцарии. Там у него школа. Он готовит выдающихся мастеров сам. И вот он решил 75 лет отметить здесь у нас в Уральске большим праздничным концертом. Но перед этим за год он попросил, они жили в Уральске, семья из эвакуированных. Ну, потом папа умер, он работал на заводе «Зенит» еще в далеком 1978 году. И они потеряли связь отсюда. Уехали, значит, маму он забрал, сам в Швейцарии живет. Попросил найти могилу отца. Мы предложили максимум усилий, нашли могилу папы, нашли это сохранение, установили памятник, привели все в порядок. И вот Захар Брон приехал, и одна из главных целей его визита – побывать на могиле у отца. Мы с ним были, ездили, смотрели. Потом смотрели его выдающийся концерт, его сольный концерт. Затем концерт его выпускников, учеников его. Ученики с Испании, с Италии, с Норвегии, с Индией, с Китая. Был концерт. И он дал мастер-класс для нашего музыкального училища. Вот наш обычный земляк, но вот такой вот выдающийся человек, который во всем мире знает. То есть наша родина раздает великих людей. Вот и такие вот у нас тоже истории. Таких много историй можно рассказывать. Вот в этом плане ассамблея какую работу проводит, чтобы больше узнала о депортированных народах, о выдающихся личностях, различных национальностей? Какие мероприятия проводятся у вас? Вы знаете, мы традиционно каждый год разрабатываем определенный план мероприятий. То есть нам здесь дается полная свобода. Мы можем в течение года проводить любые праздники, которые связаны с нашей национальной культурой, с нашими традициями. Мы участвуем в различного рода концертах. То есть и плюс к этому еще у нас идут какие-то образовательные программы. То есть, по сути дела, ассамблея народа Казахстана – это определенная рода площадка, где мы собираемся, где мы делимся этой информацией, где мы приглашаем всех желающих принять участие в различного рода мероприятиях, не только развлекательного характера. Это чаще всего обучение, это развитие, предположим, это реализация каких-либо проектов, это деловые связи, нетворкинг. То есть здесь уже, скажем так, спектр услуг, можно так сказать, она расширяется. Именно на базе ассамблеи народа Казахстана. Вот даже мы между собой, когда встречаемся руководители, мы всегда делимся, кто чем занимается. Потому что на самом деле это же у нас работа общественная. У нас у каждого есть свой основной род занятий, где мы работаем. Тем не менее, вы стараетесь найти время, да? Да, конечно, да. Мы стараемся для этого найти. Это наше призвание, это, наверное, может быть, даже зов души. И мы тем самым стараемся и объединяться, и узнавать друг о друге больше. Если бы этой площадки не было, коммуникация была бы нарушена. Мы бы не знали, что происходит в еврейском, допустим, обществе, что происходит у немцев, у чеченов, у татар. А так мы все едины. И вот эта ассамблея народа Казахстана, она, конечно, уникальный институт. Мы считаем, что ей еще, я думаю, что нужно всегда будет существовать, да? Сколько лет государству. Потому что на самом деле и Казахстан сам уникален. 142 национальности, да? 142 этноса. Мы все живем здесь в мире. Этот мир, это не просто слова. На самом деле это труд каждого из этносов, который это поддерживает. Потому что самая чуткая, наверное, и очень такая болезненная, скажем так, струнка, это национальная. Поэтому здесь нам важно вот эту грань, вот это все сохранить. Мы вот над этим трудимся. Чтобы наши дети так же жили, как и мы в мире, вот в согласии, да? Это самое, наверное, важное и ценное. Мы это сейчас, наверное, еще больше стали понимать. Но вот старшее поколение, оно все-таки понимает, да? Вот где хорошо, где плохо и так далее. Вот чувствует эту грань. А дети, вот школьники, они все-таки подвержены влиянию. Тем более сейчас у нас интернет, да? Очень многое доступно и негативной информации много. Вот в частности со школьниками, какую работу вы проводите. Ведь важно делать упор именно на это, на патриотическое воспитание. Вы знаете, еще есть такое вообще поверье, как бы, да, что детей, может быть, даже не надо воспитывать. Детям нужно просто показывать пример. Они просто копируют ваше поведение. Если мы и взрослые будем показывать своим примером, как нужно с людьми общаться, как нужно, скажем так, себя вести в обществе, я думаю, наверное, наши дети это будут перенимать. А так, на самом деле, работа, она ведется. Ведется она повсеместно, наверное, да, начиная с детского сада, школы. Мне кажется, сейчас вот уровень патриотизма у нас в Казахстане очень высокий. Вот. И наши спортсмены, наши артисты, наши ученые, да, вот они очень больших успехов добиваются. И они с гордостью говорят, что они из Казахстана. Я думаю, что, наверное, и мы все тогда гордимся этим. Да, был Владимир Овнов, права. Мы действительно, вот мы в своей диаспоре проводим национальные праздники. Вот у нас очень популярный праздник Рошашана, Новый год. Вот. И другие праздники есть. Мы готовимся, вот Песах скоро будет, как Пасха. И другие праздники. Мы участвуем все в нашем мероприятии, участвуют все национальные культурные центры. У нас там в Доме дружбы 16 национальных культурных центров. И друг к другу в гости мы ходим постоянно, и праздники проводим совместно. Ну, естественно, на наших праздниках и молодежь, и школьники, и студенты. У нас залы там есть несколько, и мы занимаемся, они туда приходят и вместе с нами помогают проводить вот такие различные праздники. То есть эта работа идет постоянно по плану. И, наверное, некоторые думают, что у нас там какая-то зарплата оплачивается. Нет такого. Мы все работаем на общественных началах. Мы все полностью общественники. Вот там никакого финансирования нет, но мы любители этого дела. Мы общественники, нам нравится этим заниматься. Энтузиасты, да? Да. Нам нравится этим заниматься. Мы с удовольствием ездим в нашу ассамблею и с удовольствием проводим различные мероприятия. Там Новый год один, Новый год другой. Вот сейчас мы все готовимся к празднику Нур-Рыс. Это наш самый любимый праздник, потому что мы участвуем все вместе на Новой площади, делаем большую концертную программу, ставим юрты, гости в каждой юрте, национальные блюда, бельбармак, каурдак. Это наш любимый праздник Нур-Рыс. Вот мы его ждем, март, и все вместе будем проводить. У нас такого нет, отдельно как-то нет. Все вместе, одной командой мы, одна команда, один наш общий дом, и мы все вместе. У нас же еще потом, сейчас мы уже что, четыре поколения мы здесь все проживаем. У нас уже все семьи смешанные. Смешанные браки, у нас есть дети, у нас очень много детей, скажем так, да. У меня у самой дочь Казашка. Вот мы, как говорится, у нас есть культура и традиции все переплетены. И я думаю, что в основной своей части традиции очень многих народов, они очень сильно похожи. Это прежде всего уважение к старшим, это уважение к труду. Я думаю, что, наверное, вот на этом и держится все. Ну вот многообразие культуры, оно взаимообогащает, да, позволяет расти и в духовном плане, и в других отношениях. То есть позволяет добиваться определенных успехов и достижений. Вот еще раз вернемся к празднику нашему, Дню Благодарности. Вот мы много аспектов рассмотрели, да, это такой вот масштабный праздник, где вот и благотворительность, да, и благодарность, и признательность, и слова спасибо. Вот лично для вас вкратце, что этот праздник значит для каждого из вас? Ну, День Благодарности – это возможность сказать спасибо тем, с кем общаешься. Вот сегодняшний день как у вас начался со слов спасибо? Ну, вот сегодняшний день у нас начался митинга на площади, потом мы поехали в ассамблею, там мероприятие, в котором участвовал Аким наш областной, потом мы поехали на телеканал ТДК-42, рассказали о тех праздниках, когда тут проводятся. И теперь вот мы встречаемся с нашими уральцами вот здесь с помощью прямого эфира. То есть и вчерашний день, и сегодняшний день, и завтрашний день у нас полностью загружены, мы занимаемся активной, интересной, творческой работой, которая нам нравится, которая нам по душе и которая привлекает много народа. У вас сейчас есть возможность поздравить наших телезрителей с этим праздником, что бы вы им хотели пожелать. Дорогие уральцы, гости нашего города, искренне поздравляем вас, благодарим, что вы участвуете во всех наших программах, мероприятиях. Вы знаете Дом Дружбы, участвуете в наших различных мероприятиях. Вам мира всем, счастья, добра, удачи, чтобы все у нас было хорошо, чтобы мы дальше отмечали и праздники, и чтобы Дом Дружбы наш расцветал, и чтобы наш Казахстан процветал. Мы сейчас строим справедливый, честный Казахстан. Это главная цель и задача, которую перед нами ставит президент Республики, Касал-Жамар Кеменович Стокаев, правительство наше. И мы должны все силы приложить, чтобы сделать именно так, как написано в наших нормативных документах, программах на этот год. Ну, вы знаете, вот вы задали перед этим вопрос, с чего у вас начался сегодняшний день. На самом деле, сегодня утром и мне, и я сама сказала слова благодарности своей семье. Это моему мужу, моей дочери, моей маме, моим родным. Это посыл на весь день. Да, это посыл на весь день. Это, наверное, такое настроение. Первый день весны я пришла на работу. У меня замечательный коллектив, очень молодой, очень талантливый. Я, на самом деле, благодарна своему коллективу, своей работе, что я там нахожусь, что я питаю там вот такую энергию, скажем так. Тем более, сфера у вас не из легких. Да, вот мой любимый народный банк, я очень ему благодарна. Там работают очень замечательные люди, прекрасные клиенты. Вот, и я за это тоже благодарю. И потом уже то, что Феликс Аркадьевич сказал, у нас была возможность сказать еще раз слова благодарности казахскому народу. В лице молодых людей, чтобы они передали, пришли сегодня домой и сказали, мы сегодня были на таком мероприятии. Нам говорят спасибо. А наше доброте помнят. Мы будем всегда об этом помнить. И, на самом деле, благодарить сегодня нужно всех окружающих, наверное. Это прежде всего наших педагогов, это наши врачи, это наши спасатели. Это все, кто делает нашу жизнь вот такой вот, скажем так, удобной, комфортной, безопасной. Вот, поэтому я прежде всего благодарю, наверное, всех окружающих. Благодарю, конечно, страну, в которой я живу. Я очень этому рада и счастлива. И думаю, что самое главное, наверное, нам сейчас быть благодарным за то, что у нас есть. Это нужно всегда находить вот эти слова. Да, нужно лицами, да. И всегда говорить благодарю, да, человеку, если вы этого хотите сделать. Потому что может потом не оказаться такой возможностью. Благодарить, это порождает еще большее добро. Спасибо большое за то, что приняли участие в нашей передаче. Нашли время сказать такие добрые, теплые слова поздравления нашим телезрителям. Уважаемые телезрители, спасибо и вам, что все это время были с нами. Не скупитесь на слова благодарности. И ваша жизнь только преобразится. Хороших выходных. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова